второй раз пытаюсь зайти на эфир короче у нас не получилось попасть через другой аккаунт поэтому я по-прежнему зашел через этот аккаунт если вы уже были на первом эфире то вы знаете что у нас должен был подключиться второй человек мне не получается подключить второго человека потому что у него проблемы с телефоном и проблемы со связью поэтому я сейчас напрямую пойду к этому человеку вот поэтому поэтому да поэтому я иду ко второму человеку вот у меня скорее всего сейчас немножечко отключится свет на это ненадолго я сейчас просто со стойки прям заберу ну что же друзья сегодня надеюсь будет интересный эфир вот напишите пожалуйста пока что как у вас дела с какого города вы на нас будете смотреть я вот уже подхожу ко второму человеку которого не получилось выйти через свой инстаграм этот просто с фильтром ли у меня с фильтром ли у меня этот окей но у меня нету фильтра у меня нету фильтров никаких я их пробовал подключить у меня ничего нету ты будешь выходить на связь окей и так а сегодня мы эфир будем проводить вместе с настей настой хоть покажешься или ты будешь спрятанно стоять в углу покажешься вот так хотя бы чуть-чуть не хочешь показываться окей а настя короче нервничать поддержите настю потому что у нее короче там что-то с телефоном случилось и она не может у нее заблокировался короче выход в эфир она очень переживает прям очень по этому поводу поэтому от вас прямо лайки сейчас будут прямо прям как совсем кстати очень круто привет из курска привет настенька все хорошо пишут ребята что с телефоном короче она пыталась выйти в эфир у нас должен был быть совместный эфир где первая половина я вторая половина она но она не может войти в эфир потому что у нее там показывает что какой-то блок и так далее вот поэтому пока что у нас там решает какие-то технические моменты вообще о чем сегодняшний эфир во первых мы хотели поговорить с настой немножко про отношения немножко про жизнь я думаю что это будет интересная тема напишите в комментариях плюсик если вам интересно будет что-то послушать сегодня про отношения как мы с нас и строим отношения как как мы ругаемся как мы решаем какие-то конфликты что важно при знакомстве и при отношениях если вам эта тема сегодня интересно напишите пожалуйста здесь плюсик чтобы я таких увидел если не интересом напишите минус то есть типа не мне вообще тема отношения не интересно напиши если вам не интересно пишите минус и И напишите то, о чем бы вы сегодня хотели бы поговорить. Плюс, сегодня будет такая возможность у тех, кто сегодня на эфире. Мы будем отвечать на ваши вопросы какие-то, да, то есть вы прям можете задавать вопросы, мы будем их видеть, поднимать эти вопросы и отвечать на эти вопросы. То есть я считаю, что это тоже крутая возможность, потому что, ну, как бы нам есть что сказать и много разных каких-то интересных вещей мы вам можем рассказать. Это вторая вещь. И третья вещь. Особенно те, кто подписаны на Настю, вы, наверное, прекрасно знаете, что у Насти сейчас идет розыгрыш. И мы разыгрываем, я если бы сейчас смог перевернуть телефон, огромную гору подарков. В эту гору подарков входят, ну, я не знаю, по крайней мере, мне вот эта штука очень понравилась. Это вещь, которая подключается к любому, ну, плазменному телевизору. Если у вас не такая большая коробка еще стоит, то к нему она не подключится, подключится только к любому плазменному телевизору. Это как Sony PlayStation, только это не Sony PlayStation, это как, короче, кто с тех времен, когда были Sony, Sega, вот это все, Dendy, вот эта вся тема. Короче, здесь 600 таких игр. То есть здесь, чтобы вы понимали, прямо целая, тут прям картинки такие, не знаю, будете вы видеть или нет. То есть, короче, такая штука, вы ее просто подключаете к телеку, здесь два джойстика, вы либо с женой, либо с другом просто сели и просто рубите 600 игр, Dendy, Sega. Короче, очень крутая тема, я бы сам поучаствовал в розыгрыше и выиграл бы эту штуку. Далее, мы сегодня будем разыгрывать, ну, не знаю, то есть, как бы, те, кто будет участвовать сегодня в конкурсе, мы будем разыгрывать два телевизора, короче. Здесь он, ну, не такой большой, но как бы, но зато, типа, зато бесплатно. Два телевизора. Дальше, короче, здесь стоит вот такой вот пылесос беспроводной. Я чувствую себя каким-то менеджером магазина Эльдорадо. Но, как бы, мы просто разыгрываем это, то есть это не надо ничего платить, надо делать никаких взносов. Мы сейчас расскажем вам об условиях, но, типа, вот, кто хочет, тот, как бы, вот, в принципе, как бы, может забрать. Я не знаю, это тоже разыгрывается, Настя? Вот такая вот классная штука. Я, на самом деле, не кулинар. Я не совсем в этом во всем разбираюсь, но это редмондовская, как эта штука называется? Мультипекарь. Это мультипекарь, которая управляется с телефона. Да, короче, что делает мультипекарь, Настя, расскажи. Она ппшную еду делает. Короче, эта штука делает ппшную еду. Из меня так себе обзорщик подарков, как вы уже поняли, то есть я, типа, не совсем... Короче, более 40 видов панелей в ассортименте. Ну, короче, если здесь есть дамы, если кто-то из вас хозяйственный, то вы должны понимать, что это какая-то крутая, классная топовая штука. Вот. Поэтому осталось два телевизора, беспроводной... Беспроводной пылесос и две классных, крутых приставки. Егор спрашивает. Это мне. Смотрите, друзья. Короче, давайте я сразу вам скажу, что надо сделать, если вы хотите эти подарки все забрать. Я могу сразу им сказать, что нужно сделать? Окей, смотрите, все, наверное, знают, что у меня есть девушка, ее зовут Настя, она здесь стоит, она просто не выходит в эфир, потому что у меня прямо в эфире нет фильтра. Ну ладно, а что ты не выставляешь, непонятно. А что ты можешь выйти? Я просто нервничаю, что я жду, когда у меня организатор отлично. А, ну ладно, она не выходит не из-за фильтра, а из-за того, что... Она переживает и нервничает из-за того, что у нее обломился этот эфир. Конечно, смысл, я сейчас... Либо вот так я буду стоять с телефоном, а ты пока общаешься, я же... Окей, окей. А как магазин называется, куда звонить? Окей, смотрите, друзья, чтобы забрать эти подарки. Прямо сейчас расскажу, потом перейду к вашим вопросам. Подпишитесь, пожалуйста, ну, как бы зайдите на аккаунт Насти, в первую очередь. Она, ну, то есть я на нее подписан. Ее зовут Анастасия Дивная в Инстаграме. Да, то есть вы можете зайти ко мне в подписки и там найти просто... Набрать Анастасию, и там, в принципе, она вылезет. Зайти к ней в профи. Настя подписана сейчас на 99 человек. Это все спонсоры, которые помогали и участвовали в том, чтобы мы просто раздаривали эти подарки. Ваша задача просто-напросто подписаться на этих 99 людей. И уже сегодня в 10 часов вечера мы будем делать, ну, розыгрыш. То есть, типа, через полчаса. То есть, вот пока что у вас есть целых полчаса для того, чтобы зайти сейчас к Насте на аккаунт, быстренько на 99 людей подписаться. Я сегодня делал это, и у меня по времени это заняло, ну, чтобы вы понимали, типа, там, 2 минуты. То есть 2 минуты зайти подписаться, и уже сегодня, возможно, кто-то из вас заберет либо вот этот классный управляющийся с телефона пекарь, вот, либо телевизор, либо приставку, либо беспроводной пылесос. Поэтому Егор пишет, бегу подписываться. Все, Егор, правильно, беги подписываться. Смотрите, что очень важно понимать также. Почему, спрашивают, вы в одном пространстве заходите с двух телефонов? Ну, во-первых, с двух телефонов людей больше смотрят, да, как бы, это понятно, как бы. Во-вторых, переходить проще. То есть, сейчас вам приходится идти у меня в подписках ее искать, вот, а так вы бы могли просто нажать на нее и также к ней перейти. Вот, в случае выигрыш будет у жителей Казахстана. Вы сможете доставить Казахстан? Да, конечно, Казахстан, слава богу, это не Соединенные Штаты Америки, куда сложнее, наверное, доставить. Поэтому без проблем с Казахстана. То есть, в принципе, неважно, с какого вы города, главное, что это, вот, как бы, здесь Россия, так или иначе. Кто-то пишет, я подписан, но маленькая вероятность того, что можно выиграть. Ну, я не знаю, маленькая вероятность или большая, мне кажется, у всех она абсолютно одинаковая. Кто-то же выигрывает, этим кто-то можете, как бы, быть, а вы. Сейчас Алина пишет, организатор, в чат мой ник, и ты закрепишь его сюда, чтобы люди видели. Угу, окей. Сейчас кто-то сюда чат этот, ник, запишет. Андрей, когда вы с Настей в Новороссии? Настя, ты, может, подключаешь на какие-то вопросы? А тут у меня... Да я просто переживаю. Вот женщины такие, блин, хитрые, знаете, вот вообще вот. Настя такая мне говорит, давай эфир вместе проведем такая, как бы, да, и сама стоит и не выходит. Вот стоит и не выходит. Я не нашла Настю. Так, сейчас. Анастасия Дивна. Сейчас я покажу, вот. Ну, видите, зеркально, да? Угу. Короче, вот аккаунт Анастасия Дивная. Сейчас Алина должна написать. Блин. Алина. Я хочу с вами фотографию, пишет Аф Королева. Это спрашивают про Новороссийск. Я могу рассказать? Я могу рассказать? Ну... Настя поедет в Новороссийск в среду, примерно в пятницу будет там. Меня там не будет. Окей. Приезжать в СПБ. Тань, ты то в Сочи, то в Санкт-Петербурге. Сейчас неделя еще пройдет, и ты куда, и куда ты пригласишь? Настя, не переживай, красивая пара. Спасибо. Настя уже не переживает практически. Сегодня розыгрыш. Да, сегодня тоже будет розыгрыш. Зайдите сейчас к Насте на страницу и подпишитесь на всех ребят, которые... На которых она подписана. Да, когда свадьба спрашивают? Когда же свадьба спрашивают? Я тут даже как-то выложил примерно, когда мы как бы что-то там вот думаем о свадьбе. Настя увидела, сказала, что ты сделал. Нельзя такие вещи выкладывать. Никакой интриги, ничего нет. И поэтому я не скажу вам, когда свадьба. После того, когда сделаю предложение, тогда я скажу, когда свадьба. А пока что не будем ничего говорить. А что, в чем проблема самому написать? Зачем нам Алина? Мы не знаем, как пишется твой ник? Нет, вот, короче. Ну, типа, пиши ник тогда и... Так, сейчас, окей. Какие-то линии условия. Давайте, я сейчас пропишу... Многие пишут, не могут Настю найти. Я сейчас здесь напишу Насте ник. Нихрально пишет. Ты пока говори, отвечай, и я буду писать. Хорошо. Пока Настя пишет ник. Давайте, друзья, давайте поотвечаю на ваши вопросы. Пока Настя настраивается, пока все-все-все-все делается. Сглазил, получается, пишет Коля. Окей. Давайте, дорогие друзья, ваши вопросы. Я уверен, что у вас есть какие-то вопросы. Вот уже кто-то написал. Стой, подожди. А, окей. Все, друзья, я прикрепил ник. Егор спрашивает, как мне отслепнуть от твоих зубов, братан? Ну, смотри, Егор, значит... Тебе нужно просто купить солнцезащитные очки хорошие. Вот. И каждый раз, когда ты заходишь на мой прямой эфир, просто одевать очки. И все. И все будет хорошо, и не ослепнешь. Вы такие классные. Короче, вы не спрашивайте никаких вопросов, только делайте какие-то комплименты. Конечно, спасибо вам большое, но раз вы не спрашиваете, давайте немножечко поговорим. Настя, ты как, еще не настроилась? Нет, просто до сих пор все колодится. Ты простроилась? Ты готова уже появиться здесь? Мне кажется, уже просто люди уже... Интрига... Интрига от Насти. Расскажи про виниры. Да, все спрашивают про виниры. Окей, хорошо, давайте я расскажу про виниры. Что вас именно конкретно интересует за виниры? Многие писали мне, спрашивали один из самых распространенных вопросов, сколько стоит. Если честно, как бы я... То есть, вы все знаете, но кто-то, может быть, и не знает, то на 14 февраля Настя подарила мне виниры. Вот, и, ну, как бы, ну, мне не совсем, как бы, там, хочется у нее спрашивать стоимость. Типа, сколько стоит твой подарок? То есть, как бы, это не совсем, как бы, такая вот история, которую, вот, я бы хотел у нее спрашивать. Но у нее есть тот человек, который делал мне виниры, то есть, та девушка, у нее есть Инстаграм. И если вам интересно узнать стоимость, вы можете мне в этот написать в Инстаграме или Насте написать. Для того, чтобы непосредственно она скинула вам ссылку или я скинул вам ссылку, вот, и вы ей написали, узнали по стоимости. Это первый момент. Второй момент. Касаемо, вообще, установки, больно, не больно. Нет, это не больно, во-первых. Во-вторых, кто-то спрашивает, как вообще, удобно ли есть, надо ли носить брейкеты, прежде чем устанавливать виниры. Кто подписан на меня давно, вы, наверное, знаете, что у меня, вообще, вот, один зуб, у меня он был, как клык, кривой. Потому что я в детстве боялся вырывать зуб, и у меня рос зуб на зуб, и из-за этого один зуб у меня прям был здесь кривой. То есть, и он прямо выделялся. То есть, когда я улыбался, у меня один зуб прям был кривой. И когда я пришел устанавливать виниры, мне просто его так грамотно сточили, вот, и сделали абсолютно, вот, если вы посмотрите, абсолютно ровную эстетичную улыбку. По времени это заняло, там, типа, в среднем два часа. Вот, то есть, мне все сделали, установили два часа. Поначалу, конечно, было очень непривычно. То есть, я, ну, как-то я улыбался, как-то казалось, что я в капе. Было непривычно есть. Был непривычно, потому что был неправильный прикус. Ну, немножко прикус изменился, потому что у меня нарастили зубы. После установки шепелявил, да, немножко шепелявил. То есть, ну, я как-то так быстро абстрагировался, я еще быстро абстрагируюсь к каким-то вещам. Но, тем не менее, типа, немножечко шепелявил. Вот. Есть два цвета. Я нашла ее, пишет Кирилл. Да, я здесь прикрепил. Вот Настя здесь. Привет. Настя самый позитивный человек. Да. Настя самый позитивный человек нашего прямого эфира, так что можете ей похлопать. Вот. И на самом деле есть два цвета виниров, которые вот было... Вот здесь Катя. Да, было ужасно неудобно. Сейчас лучше. Вот Катя тоже ходила, тоже устанавливала к тому же мастеру, которого устанавливал и я в Москве. И вот есть два цвета. Есть цвет, который установила себе Катя. У нее он больше похож на естественный цвет. И есть цвет, который установлен у меня. Он, если вы прямо заметите, то есть он такой прямо белый-белый-белый-белый. Очень белый, аж собросается в глаза. И здесь, что очень важно понимать, что здесь кому как удобно. То есть если вы хотите сделать, например, условно говоря, зубы такие, что как бы они будут белые, но такого больше обычного цвета, то вы можете их так сделать. Я лично подумал, что если уж ставить виниры, то ставить очень белые виниры, может быть, кому-то это не нравится. Мне там несколько человек, когда я поставил эти виниры, написало, что там типа... Что они мне написали там? Они мне написали, что зубы как унитаз, типа неестественно смотрятся и так далее и тому подобное. Вот, ну как бы главное, как бы я считаю, что... Главное, чтобы, ну типа человеку нравилось, который их установил. Поэтому я как бы... Мне нравится. Вот, Катя, например, она когда установила, говорит, блин, я вообще... Мне вообще, короче, что-то там не со всеми сначала зашло. Я не знаю, как сейчас, Катя, привыкла ты, не привыкла еще. Вот, но тем не менее, как бы вот мне нравится. Окей, 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 все супер, не слушай. Окей, свои зубы стачиваются, спрашивают. Ну вот у того мастера, у которого мы делали, особо зубы, ну как я понял, не стачиваются. То есть, ну у меня один зуб был очень сильно кривой, поэтому его нормально стачили, а остальные как бы не особо сильно, поэтому... Да, вот Катя пишет, привыкая, уже лучше. Да, то есть, мне тоже поначалу было, естественно, вообще прям непривычно, поэтому какого цвета у тебя глаза? Я не знаю, у меня, наверное, зеленые. Всем не угодишь, главное, чтобы тебе нравилось, 100%. Давайте уже разыграем, пишет Малая. Значит, что у нас с розыгрышем, когда он будет? Мы вообще, на самом деле, ждем, пока подключатся все мои участники, вот, потому что еще очень мало посмотрели сториз, и очень мало людей, кто участвует здесь в эфире. Вот, я в ожидании. На самом деле, правда, очень переживаю по этому поводу. Вот, поэтому пока, Андрей, как бы вам рассказывает какие-то моменты, которые вы там спрашиваете. Настя, не переживай. Что ты переживаешь? Давайте Настю поддержим. Вот она стоит грустная, расстроенная, что не зашел этот прямой эфир. Она сейчас расстроенная. Ну, потому что я ответственный человек, я понимаю, что там сейчас люди будут ожидать прямой эфир. Я, конечно, выложила сториз, просто сториз не все видят, а когда в эфир выходишь, он вылазит, и сразу видно всем. Вот, я боюсь, что сейчас, ну, как бы, многие не увидят, и я не смогу сохранить эфир с розыгрышем, и это, как бы, очень-очень много минусов. Вот, поэтому, я не знаю, мы можем сейчас пока просто, может быть, ну, как-то пообщаться, я не знаю, разыграть, может быть, не знаю, завтра, чтобы эфир работал, потому что, ну, я не знаю, ну, мне некомфортно. Потому что я знаю, что завтра мне придется очень много выслушать и прочитать очень много сообщений от тех, кто участвует, участвует и, ну, типа, несохраненного эфира вообще, то есть, ну, ничего нету такого. Да, вот, я вижу, что вы ее успокаиваете, я тоже ее успокаиваю уже. Настя, успокаиваешься от наших успокоений? Ну, мне легче. Короче, друзья, если вы хотите реально Настю поддержать, самое лучшее сейчас ее не... чтобы она не так сильно расстроилась, это чтобы вы реально сейчас зашли к ней на страницу, подписались на ее спонсоров и, возможно, выиграли какой-нибудь крутой подарок. Вот, поэтому, если вам не сложно, а я знаю, вам не сложно, зайдите, подпишитесь, а? Вот. Ну, на самом деле, да. Я потому что очень переживаю и, ну, через эфир просто, ну, многие приходят и принимают участие. Вот. Я сейчас понимаю, что из-за того, что я не могу выйти в эфир, как бы мне просто не увидят участники. и... Хочу подарочек. Да, друзья. Ну, многие, кстати, пишут завтра, завтра, давай тогда завтра. Угу. Вот. Понятное дело, что кому надо сегодня зайдут, ну, просто не у всех сторис высвечиваются новые. Вот. Поэтому, ну, как бы многие даже сейчас не увидят. А я хотела среди тех, кто в эфире разыграть. Вот, поэтому, ну, как-то неправильно получится. Там участников много, сюда пришли в эфир вот совсем чуть-чуть, где все мои. Ну, что мы делать будем, Настя? Мы можем пока поотвечать на ваши вопросы, касаемо, там, наших отношений, может быть, может, еще какие-то у вас вопросы вообще есть не про отношения. Вот. А так уже... Да, давайте, да, давайте пообщаемся. И, если что, мы можем на завтра перенести этот эфир? Ну, если, ну, вот не получается сегодня. Ну, типа, что нам, что нам расстраиваться? Ну, типа, ну, вот так вот. Типа, Инстаграм заблокировал Насте прямые эфиры зачем-то. Вот. Просто, чтобы вы понимали, я, ну, типа, вот, когда захожу в эфир, вот, смотрите, идет проверка соединения. Я выхожу в эфир. Все. Видите, у меня вылазит оповещение, и оно начинает вот так вот просто моргать. И я нажимаю окей, окей, и, то есть, все. Но я вообще ничего, ни на крестик вообще, то есть, ничего не могу сделать. Вот такое состояние у меня Инстаграма, и все, вот она просто моргает, и все. Ничего. Единственное только, чтобы закрыть это все, это надо просто вот так закрыть и убрать Инстаграм. Короче, Настя, если что, делаем эфиры. Какие условия, помимо подписки, все это одно условие, только просто зайти ко мне на страницу, мы прикрепили вот здесь мой ник, и просто подписаться на всех, на кого подписана я. Все, вообще, ничего больше не нужно. Короче, прям сейчас к Насте на страницу, она прикреплена, и просто подписаться. Все. И ждите свой приз уже по почте. Просто придет телевизор вам большой, и будете смотреть. Да, никакие деньги не нужны. Мне, кстати, многие стали скидывать и спрашивать, Настя, а это обман или не обман, и скидывают скриншоты, где им пишут, вы выиграли, оплатите доставку, и мы вам, ну, там, отправим подарок. Это, конечно же, все обман, и мне очень жаль, что вы на такие попадаетесь. Мне от вас вообще никакие деньги не нужны, то есть мы отправку делаем за свой счет в любую страну, в любую деревню, в любое село, где бы вы ни жили, в каком уголочке там мира не были, мы отправим куда угодно. Вот. Поэтому всего лишь то, что нужно, это только зайти и подписаться. И все. А спрашивают, Мария, вы пишете тому, кто выиграл? Конечно, конечно. Мы в прямом эфире разыгрываем. У каждого человека появляется свой номерок. Это вы, ну, мы номерки говорим, где смотреть во время эфира, когда, ну, как бы проводится розыгрыш. Ребята, давайте завтра, Настя тоже живой человек. Спасибо. Мне так приятно, когда реально много понимающих людей. Вот. В общем, да, мы как бы, конечно, мы разыгрываем и пишем вам сразу же во время эфира. Если даже вас нет в эфире, то есть это не принципиально быть в прямом, ну, как бы, эфире с нами, мы вам пишем, и вы, как бы, читаете сообщение. Если у вас есть возможность, вы заходите в прямой эфир. Если как бы нет, в любом случае, если вы выполнили все условия, то есть, соответственно, подписаться на всех, то вы выигрываете. Вот, кстати, девушка вот у меня выиграла. Уже жду подарочек на день рождения. У нее день рождения как раз или скоро, или недавно было. Я, короче, выиграла вчера. Вот. Спасибо вам, дорогие. Мы читаем ваши комментарии. Тогда мы решаем, что если сегодня у нас не получится, скорее всего, не получится, мы эфир делаем о розыгрыше завтра. Правильно? Да, я думаю, да. Аккаунт должен быть открытым. Ребят, сейчас, как бы, нововведение Инстаграма, что не обязательно, ну, аккаунт должен быть открытым, чтобы проверить, подписан вы на всех людей или нет. То есть, когда мы находим вас, мы делаем, там, написать сообщение. Когда мы пишем сообщение, показывает, на кого вы подписаны еще. Если у вас все 99 подписок, то все, как бы, вы выиграли. Ну, типа, вот. Ничего сложного нет. Смотри, вот здесь у нас спрашивают. Вы рассказывали про проведение у вас дома. Не прекратилось? Спрашивают у нас. Вообще, интересна тема наших домашних привидений, потому что тема не прекратилась. Вот. И напишите, ну, как бы, сейчас, там, цифру 5 в чат, если хотите, чтобы мы рассказали, вообще, что у нас здесь дома в этом плане происходит. Ты не против? Не против. Напишите цифру 5, если это интересная тема. Вот. Также я обещал, что мы поговорим сегодня с вами про отношения. Это тоже очень важно, потому что... Да. Что? Здрасте. Что? Я просто думаю, может быть, если как бы эфиры, ну, с розыгрышем не будет, подарки не столь принципиальные. Не будем стоять здесь, как дураки? Ну, типа, может быть, да, пойдем тогда туда сядем. Куда? Ну, в сал. Зачем? Может, здесь сесть? Ну, там. Просто лампу сейчас тащите. Ну, это да. И типа, там просто лампа уже есть. Она маленькая. Технические вопросики. Она маленькая просто. Ну, тогда давай, ты пойдешь пока к ней подключишься, а я эту лампу тащу свету. Забирай телефон. Ничего не понятно. В общем, это... Сейчас мы, короче, хотим сделать так, чтобы мы сели. Вот. Потому что... Не сели, а присели. Пойдем. Андрей, мне нравится ваша позиция по поводу отношений. Спасибо. Так, прикольно вас смотреть. Лучше про отношения. Давайте, смотрите, мы сейчас немножечко расскажем вам про привидения. Вот. А потом поговорим про отношения. Вот. Поэтому давайте, короче, все те, кто... кто просто не может без розыгрышей, вот, подпишитесь на Настю, аккаунт прикрепленный, вот, если вы еще не участвуете в розыгрыше. По участию чисто даже, вот просто по-братски. Потому что Настя расстроилась очень сильно из-за того, что у нее на самом деле не открылся этот эфир. Вот. Поэтому, если можете поддержать, и вам не сложно, подписывайтесь на 99 людей, которые подписаны на Насте, и непосредственно, возможно, выиграете подарок. Ладно. Рассказываю про привидения, которые так или иначе мы здесь замечаем. Кто только первый раз зашел, и кто вообще не в курсе про что история, рассказываю. Однажды утром мы просыпаемся от того, что просто что-то на кухне очень сильно трескается и разбивается. Мы выходим, у нас на тот момент дома было несколько человек, мы выходим и видим, что на кухне стол, который из стекла, он просто разбился напополам. То есть, короче, упало каким-то непонятным образом, непонятно по какой вообще там, этой, как это называется, траектории. Стекло разбило, значит, непосредственно стол, и вот такая вот ситуация произошла. И это не первая ситуация. Короче, прикиньте, наша хозяйка, которая сдает вам квартиру, ну, когда увидела, тебе просто чуть-чуть радливее сесть, когда увидела, ну, как бы, что мы разбили стол, ну, мы ей сказали, ну, мы как бы говорим, слушайте, ну, здесь такая вот история происходит, что-то здесь по-своему иногда двигается. и она рассказывала, когда она здесь жила, когда она здесь жила, первая ситуация, которая у нее произошла, это она разговаривала по телефону, стоя в комнате, а там у нас в комнате есть такой шкаф с книжками, и она стоит, разговаривает просто по телефону, и представляете, смотрит на полку с книжками, и вот как будто кто-то пальцем вот так, знаете, чикс, и книжка одна на пол упала. Она как бы стоит, разговаривает, смотрит на эту всю ситуацию, видит, как вторая, ну, книжка падает. Она рассказывает тому человеку, с кем по телефону загарит, она говорит, слушай, я сейчас стою, у меня книжки, как будто кто-то вот так пальцем скидывает, а они падают. И, ну, там, тот молодой человек, с которым она разговаривала, ну, непосредственно ей не поверил, и потом резко все книжки, как будто их вот так рукой кто-то взял, так, просто все книги с полки просто взяли и упали на пол. И она, естественно, как бы, как девушка, просто выбежала из квартиры, там, побежала к консьержу, которая сидит у нас внизу, которая тоже все это подтверждает, и ждала там молодого человека, чтобы он непосредственно, ну, приехал, потому что ей было одной страшно. Также у нас в гостиной висят такие три большие картины. Старые, или это да. Такие три большие, ну, знаете, такие, как в музеях, короче, у нас висят картины такие здесь. И она рассказывает, что в один прекрасный момент просто все эти три картины разом просто упали. Вот. И сейчас я тоже вам расскажу, что у нас какие-то вещи здесь происходят, которые мы замечаем, ну, по большей степени Настя на самом деле замечает. Вот. А вы расскажите вообще, как вы, вы верите вообще в это все, то, что мы говорим, или вы думаете, а что за бред вообще этот парень в кепке несет, типа, что это, как это вообще может быть. И напишите, пожалуйста, были ли у вас какие-нибудь такие ситуации, что вы что-то замечали. Забегу немножко наперед, то есть Настя постоянно что-то там, ну, значит, расскажешь, можешь рассказать что-то? Да, давай, расскажи. Что с чего? Что именно? Вчерашняя ситуация? Да, в гостинице. Растиражная ситуация. Ты садись сюда просто, ты прицел, поэтому ты не помещался. Это, ну, если взять прямо из самых свежих ситуаций, это вчера, я приехала домой после ресничек, очень поздно, еще такая еду, и как бы понимаю, что, ну, я дома одна, как бы, ну, то есть, мне уже заранее страшно, потому что чаще всего, когда я нахожусь дома, они проявляются. Вот, ладно, ничего страшного, думаю, просто сразу дойду в эфир, ну, как бы отвлекусь, потом просто, правда, понимаю, что уже поздно в эфир, но думаю, все равно выйду, хотя бы не страшно будет. Я не успела даже раздеться, я только разулась, прошла по гостиной, на центре гостины, когда остановилась, я четко, ну, вот, реально, ну, я не знаю, надо быть реально дураком, чтобы не, ну, не раз, как сказать, не распознать, типа, это в твоей квартире происходит или у соседей, то есть, если у соседей, это более глухой звук, а это прямо, то есть, вот в дальней комнате, в которой постоянно у нас что-то происходит, просто какой-то звук, как будто вот, то ли стул как будто чуть-чуть подвинули, то ли как будто вот какое-то вот такое шевеление непонятное, и прям четко, я прям услышала прям за дверью в комнате, у меня сердце так забилось сразу, я так испугалась, потом я, ну, как бы иду в комнату свою, захожу и прям слышу возле камина звуки какие-то, просто, ну, как-то непонятно, то ли шаги, то ли щелчки, вот какое-то вот движение какое-то, какая-то жизнь как будто происходит возле камина, то есть, это буквально там в шести шагах от меня, в гостиной, то есть, и я поворачиваюсь, смотрю на это место, и там нет ничего, а звук продолжаю слышать. Ну, как бы прям в комнате, то есть вот с открытой дверью, то есть вот я прям смотрю на это место, вот так вот я понимаю, что там нет ничего. И я не знаю, у меня реально сердце в пятки просто ушло. И я позвонила Андрею, сказала, говорю, короче, я не могу здесь вставаться, я просто хочу куда-нибудь, короче, сбежать отсюда. Реально очень страшно. Вот. А помимо этого еще, помнишь вот эту вот историю с Шариком? Расскажешь? Сейчас, я просто читаю некоторые комментарии ваши, и некоторые подписчики прямо яростно пишут, что надо кого-то покормить. На самом деле, кто не знает, у меня в профиле написано, раньше у меня не было этого написано в профиле, но я являюсь пастором. То есть я так или иначе... Секунду. Написано, это могут быть просто соседи сверху. Я еще раз повторяюсь. Есть, да, бывают шумы различные, это, ну, как бы распознать легко. Это реально надо быть дураком, чтобы не понять звук в комнате или у соседей. Ну, типа, прям я вот слышу, вот, что у меня в двух шагах. Это то же самое, что вот Андрей сейчас встанет и пойдет возле кабина, там, гитары двигать или картины поправлять. Ну, типа, это же прямо в комнате происходит, это слышно. Ну, как бы, поэтому рассуждение, что, типа, это у соседей, это как бы вообще сразу исключается. Я не умственно лишенная, какая-то там отсталая, чтобы не распределить. Тем более, что это я слышу не одна. И сейчас забегу тоже быстренько на тему, что... Когда, этот, работала здесь Лиза, вот, то есть, ну, короче, девочка, ну, которая сотрудничает с нами, вот, она, в общем, сидела здесь в гостиной, вот, прямо на этом месте, где мы сейчас сидим. Я, там, была в своей комнате, Андрей занимался своими делами, то ли ушел куда-то, то ли на созвоне, по-моему, был. Вот. И в итоге мы выходим, и она начинает рассказывать. Она говорит, я сейчас сижу, у вас, говорит, реально здесь что-то происходит. Хотя она, по-моему, даже историю-то и не знала. Она просто, она говорит, а, она с персоналом говорит, а что у вас здесь происходит? Я говорю, а что такое? Говорю, ты что-то слышала? Она такая, ну, да, я, говорит, здесь сижу, просто возле камина четко слышу, как будто, ну, ребенок бегает. Ну, то есть, прям четко, говорит, прям реально слышу. То есть, человек вообще посторонний, который вообще просто пришел, как бы, ну, поработать тут, ну, по работе вопрос решить. И она осталась одна в гостиной, она говорит, я прям четко слышала, как кто-то бегает, ну, как будто вот ребенок бегает возле камина. То есть, у нас там территория такая, площадка возле камина. Вот. А потом, ну, какие-то еще, говорит, шаги, его прям слышно было, как будто кто-то наступает, короче. Вот. То есть, ну, не мы одни замечаем всю эту историю. Да, и как бы, какое мое мнение, на самом деле, на этот счет весь? То есть, я общался со многими пасторами и священниками, и сам являюсь пастором, ну, чтобы как-то понять какой-то ответный вопрос, что это вообще, домовой это или еще что-то. И, ну, как бы, вообще священство, если здесь есть верующие люди, если кто-то верит здесь в Бога, да, ходит в церковь, посещает церковь, то, в принципе, любой батюшка, любой пастор, любой священник вам скажет, что это не домовой. И такого понятия в духовном мире его не существует, к сожалению. А есть бесы, да, есть демоническое влияние, и есть определенный духовный мир. Вот, хотите его отвергайте, хотите его не отвергайте, но так или иначе, это есть. И такое бывает, возможно, это может быть, ну, я не знаю, я здесь теологически не подкован, но это потусторонний мир, который приходит сюда, и, как бы, вот, приносит такое вот влияние, да. При этом, при всем, как бы, ситуация такая, что, например, я никогда, то есть, вот, очень интересный факт, то есть, когда мы, например, вдвоем в квартире, да, то есть, когда я приезжаю, практически ничего никогда не слышно. То есть, вот, как бы, ничего не слышно, то есть, я вообще практически ничего не слышу. То есть, да, как вот кто-то говорил, что, ну, что-то какие-то стуки есть, ну, фиг его за это, может, это, там, соседи или еще где-то, да. Но, когда Настя одна, когда она одна, она все слышит, все видит, и другие люди тоже иногда приходят, и что-то видят, и что-то слышат. И что самое интересное, вот, многие ребята пишут, что, ну, там, переедьте, там, другую квартиру найдите, и так далее, и тому подобное. Но, лично, мое мнение такое, что, вот, и я хочу вам сказать всем, да, то есть, кто-то пишет много, что, да, у меня такое тоже бывает, и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что, в первую очередь, мы, как люди, Бог нам дал жить на этой земле и здесь царствовать. Это очень важно понимать. И потусторонний мир, потусторонний мир, он не должен влиять на то, чтобы вы, ну, меняли свои перемещения из-за того, что потусторонний мир вас извергает из-за проявленного пространства. То есть, вообще, почему вы знаете, наверное, что, там, некоторые люди начинают, там, звать батюшек, очищать квартиру и так далее. Я, опять же, за то, чтобы, ну, просто иметь власть молиться и иметь власть побеждать свой внутренний страх. Я не знаю, как на самом деле это работает, но мое внутреннее ощущение, как будто бы, что вот разные эти демонические какие-то проявления, какие-то вот эти вот домовые, какие-то еще вещи. У меня есть внутреннее ощущение, что это то, что подпитывается человеческим страхом. То есть, когда они чувствуют какой-то, какой-то страх, какую-то тревогу, какое-то волнение от человека, они, как будто бы, такое ощущение, как будто бы они этим питаются. Вообще, знаете, дьявола задача, ну, как-то человек вообще с ума свести. То есть, вот, как бы, просто, чтобы вообще, ну, как бы, ты жил в страхе. Вот, вы знаете, что самое интересное, вот, если мы, например, с вами даже, опять же, рассмотрим вообще создание человека, да, то есть, когда вы помните, был создан, да, вот, вы, если кто-то читал Библию когда-то, то вы, наверное, видели, что создал Бог Адама и Еву. Вы помните эту ситуацию. И он им сказал, что вы будете жить в раю, да, вот, в Эдемском саду, и они жили, и все было, как бы, круто. То есть, не было еще никаких проблем, они, там, занимались своими делами, все было классно. Ну, что потом произошло? Пришел дьявол через змея, который что пытался сделать? Который пытался обмануть, в первую очередь, кого? Еву, да, там кто-то пишет из ребят в комментариях, что Ну, девушки почему-то чувствительно, девушки почему-то чаще видят, чаще слышат и так далее. Ну, наверное, по причине того, что вообще первоначально девушки, это, как бы, ну, является отчасти слабым полом и очень эмоциональным полом, на который проще всего воздействовать. Ведь дьявол не пришел к Адаму, дьявол пришел к Еве и на нее начал воздействовать. И что самое интересное, что в этом во всем, что когда дьявол пришел, что он сказал Еве? Он ей сказал, а вообще правду сказал Бог, что с этого дерева нельзя есть? Может быть, он как бы обманул? То есть, задача дьявола, в принципе, просто человека обмануть, для того, чтобы человек вообще начал сомневаться в Боге, сомневаться вообще в какой-то определенной силе и в возможностях, которых дал Бог. И вот здесь очень важно понимать такую вещь, что, в принципе, мы хозяева здесь на этой земле, не потусторонний мир. И поэтому нужно иметь духовную власть вот этим вещам, ну, как-то противостоять. И вот, ну, мы с Настей разговариваем, и я понимаю ее, потому что ей страшно. Ну, то есть, представляешь, вот ты приходишь в квартиру, одна, вот представь, и ты начинаешь слышать, что кто-то ходит, что что-то передвигается, что-то двигается. У нас однажды был случай, мы с Настей должны были в разных комнатах проводить эфир, прикиньте. Она пошла в одну комнату, заходит туда, и у нее просто выключается свет, прикиньте. Она идет в другую комнату, заходит туда, чтобы проводить со мной эфир И у нее выключается свет Она идет в туалет, потому что там тоже есть У нас большой такой туалет, там тоже есть розетка Она идет, включается, и он там тоже вырубается, прикиньте За минуту у меня просто вот выключилось в трех комнатах Просто электричество, просто не то, что там счетчики выбило А, нет, в одной, а, нет, не выбило счетчики Просто перегорели лампочки, короче То есть просто бомбануло и все Я подхожу к нему такая, я говорю, мне нефть эфир проводить Все перегорело, куда бы я ни пошла Да, поэтому, ну как бы, и мне кажется, что вот когда происходят какие-то воздействия вот такие на человека Здесь, конечно, это сложно, но здесь очень важно не бояться Потому что вот у меня есть такой друг Рома И вот он тоже здесь с нами в этой квартире видел и наблюдал разные вещи, которые происходят И он, знаете, он так это все воспринимал в шутку всегда Ну, то есть там, он говорит, я, говорит, стою, у меня полотенце падает Он говорит, я такой, типа, да че вы, типа, блин, че вы полотенце, че вы там во мне Подростку увидели, короче, такой хол повесил И он все с юмором воспринимал И со временем его, как бы, это вообще перестало, как бы, беспокоить, так скажем Да, то есть, как бы, ну, перестало парить Почему? Потому что он с юмором к этому относился И, ну, сильно прям так вот не парился Вот, поэтому, если у вас тоже какие-то такие подобные вещи происходят Илья пишет, Илья смотрит, подтверждает Он просто один из первых свидетелей, потому что мы проводили некий эксперимент Вот, пишет, расскажи про шарик, да, то есть, ну, как бы, это была очень интересная история Ну, давай ты расскажешь Зачем? Говори ты Короче, ситуация какая? Мы, короче, ну, сидим троем Я просто пока еще успокаиваюсь У меня еще пока внутри мандраж Я, правда, пока переживаю Сейчас, извини, что я тебе перебила Просто реально, если мои еще подключаются Я читаю, вижу, что многие спрашивают Ну, что там по поводу розыгрыша Ребята, я дико извиняюсь Я, ну, как бы, выложила в сторис Картинку, которая у меня высвечивается Когда я выхожу в эфир Мне заблокировали выход в эфир Мы вышли, как бы, через этот аккаунт Но так как я вижу, что очень мало видят сторис Пока людей, как бы, эфир-то он сразу всплывает Ну, в общем, мы так посовещались Посоветовались И решили, что будем разыгрывать завтра Чтобы было по-честному Потому что я, правда, искренне переживаю Вот, ну, и до этого времени Как раз будет возможность другим Пока зайти и принять участие Ко мне на страницу У меня ник прикреплен Мой внизу, вот, в сообщение Вот, поэтому заходите, ищите меня Подписывайтесь Единственное условие Подписаться на всех, на кого подписана я Список подарков указан под постом И у меня в сторис написано В общем, все там Вот, а пока мы дальше еще расскажем Вот, всякие истории интересные Да Короче, ситуация такая, короче Прикиньте Что-то мы, короче, там Илья что-то слышит, короче Настя что-то слышит И есть комната, дальняя Короче, дальняя комната Где, там, не кладовка А гардеробная И оттуда постоянно какие-то шумы идут И я такой говорю ребятам Говорю, ну что вы? Говорю, шлистите Говорю, пойдемте туда, в комнату И там, как бы, ну, пообщаемся И думаю, кто там, что там шумит И так далее, и тому подобное Вот представьте Мы троем идем в комнату Садимся на кровать И я говорю Если здесь кто-то есть И говорю, дай знак Ну, говорю, дай знак Два раза постучи Мне ты говоришь, дай знак Потом, если кто-то есть Дай знак И я говорю Ну, я думаю, какой знак Я говорю, типа, стукни два раза И я говорю, такой, да Если здесь кто-то есть Стукни два раза И просто Вот, дальше Я таки просто Буду вносить крем Да И, короче, что происходит в итоге Мы сидим И, представляете В эту комнату А у меня Два месяца назад Был день рождения И у нас в зале Два шара были Ну, как бы Вот эти гелевые Два черных шара Короче, к потолку просто Ну, они гелевые, да Два черных К потолку просто И, прикиньте В этот момент В комнату Опускается И залетает Этот черный шар Просто, прикиньте С учетом того, что Как она называется Да, ну, то есть У нас, как бы Двери Ну, то есть Чтобы шару залететь Ему нужно с потолка Вниз вот так спуститься Вот так вот залететь И, как бы И снова подняться То есть Это вообще В принципе нереально То есть Такое ощущение Как будто шар кто-то взял Вот так И опустил И в комнату занес И что самое интересное Прикиньте Залетает в этот момент В комнату Черный шар Медленно вот так В комнату заходит Как будто этот человек Вот так поднимается К потолку И вот так А потолок вот так Раз Два И вот так улетает Короче за шторку Прикиньте И я вот здесь сидит Свидетель Ну, как бы Мы все Мягко сказать Ну Удивились Мягко Да, потому что Ну Это было очень странно Вот Как бы Вот такие вещи Как бы Медленно реально заходил Потому что Мы такие Дай знак И просто Такой шарик Медленно Такой появляется Вот так вот В дверях И я не помню Кто из нас первый Заметил По-моему И я Заметила Он такой Это что Такой У него такая Реакция была Прям реально Он так сильно Испугался Мы поворачиваемся И видим Как он медленно Медленно Так залетает Такой прям Причем Не впритык К потолку Ну как бы Как она называется Вот эта вот Рамка Вот эта вот Дверная То есть Она не впритык А вот То есть Он так вот Отпустился Не задевая рамку Вот так вот Зашел И такой И наверх Пошел к потолку То есть Еще даже Пролетев немножко От стенки Вот так вот И к потолку То есть Так раз Два И вот так И вдоль стенки Обратно ушел То есть Спустился И ниже И ушел За шторку Просто И все Нет шарика Да Так что Орал дико Или ух пишет Да Да Давайте Ладно Призраки Бесы Во имя Иисуса Христа Пусть будет Божья воля И его царство Здесь на этой земле Во веки веков Аминь Аминь Напишите все Кто верует И кто все таки понимает Что Бог сильнее всего этого Мы обещали Также поговорить С вами на тему Отношений На тему отношений Кто только Подключился Не понимает Почему у нас Прикрепленный Аккаунт Анастасия Дивная Это все потому что У нее прямо сейчас Идет розыгрыш Настя принесла сюда Подарки Наверное Первый подарок Который будет разыгрываться Это штука То есть Если вы хотите Забрать вот такую штуку Вот такую вот Илья приходил Вчера в гости Сказал Как хочу такую штуку Илюх Подписывайся Заходи к Насте Дивной На страницу Подписывайся На 99 человек На которых подписана она И завтра Или сегодня Я не знаю Будете забирать Крутые подарки А вот Приставочка есть Приставка на 600 игр Реально Очень классная Приставка Джойстики Короче И 600 игр в одном Вот Все это есть Да Поэтому друзья Кто не подписался На Настю Зайдите пожалуйста Подпишитесь Подпишитесь Да То есть Как бы Призы будем разыгрывать Даже если вас не будет На эфире Но вы выиграете Мы вам обязательно сообщим И отправим вам по почте Ваш подарок То есть Если вам нужен телек Как например Или приставочка Давайте Подписывайтесь И как бы Классно Также мы обещали Поговорить немножко Про отношения Я тоже бы хотел Одну тему затронуть И задать вопрос Насте Ты? Да Ты у тебя ко мне вопрос Или у них Да У меня к тебе вопрос Надо же Да Вопрос будет основываться На одной истории Такой мини-притче Так сказать Значит История такая Сидит Президент Вместе со своей женой В В ресторане Кушают Как К жене Непосредственно Президента Подходит Директор этого ресторана Говорит Здравствуйте А можно пожалуйста На вашу жену На пару минут Президент говорит Да Хорошо Значит Директор ресторана Отошел с этой девушкой Ненадолго В общем Она вернулась И президент Муж Спрашивает у нее Кто это был Она говорит Да Мы вот Вместе учились Он за мной Ухаживал тогда Вот И президент Говорит Ну видишь Вышла бы тогда За него замуж Была бы женой Директора ресторана А так Являешься женой Президента На что она Ответила ему Нет Если бы я вышла За него замуж Я бы по прежнему Была женой Президента А вот неизвестно Кем бы был ты Вот такая вот История Настя Вот мне Интересно Твое мнение Как ты считаешь Какая должна быть Девушка И Какими инструментами Должна пользоваться Девушка Чтобы действительно Как в этой истории Сделать Своему мужчину Потому что Есть такая фраза Что за каждым Сильным мужчиной Должна стоять Ну как бы Сильная девушка Вот Поделись Как ты считаешь Какими качествами Должна обладать девушка Какими качествами Ты обладаешь Да Что позволяет тебе И как ты считаешь Что позволяет Делать мужчину Более сильным И более успешным Я думаю Что это очень актуальная Тема Девчонки Если вас это Вам интересно Тоже плюс Саните в чате Как Как поднимать Своему мужчину Как непосредственно Сделать так Чтобы ваш мужчина Ну Раскрылся Вместе с вами Угу Угу На самом деле Знаешь Первый встречный вопрос Угу Если ты мне задаешь вопрос Значит я такой являюсь Сто процентов Конечно То есть как бы Ты не сомневаешься Да Конечно Конечно Если бы Если ты такой не была Я бы тебе не задал бы Этот вопрос Понимаешь Да Честно Я почему-то не знала Что ты мне такое считаешь Выше я тебе бросил Ты просто оставил Это для прямого эфира Так На первом канале Видел ли Андрея Да Андрей является На первом канале Спонсором Спонсором первого канала Ну сейчас не об этом Сейчас не об этом Сейчас о том Как девушке Сделать мужчину Рядом с собой Более успешным Ну на самом деле Это Начинается с мелочей Как мне кажется И как ну Сама уже даже проверила На своем опыте Вот с этим молодым человеком Нужно В любых вообще Мелочах Хвалить мужчину Вот Для того чтобы у него Внутреннее ощущение Что он молодец Как бы оно такое Ну как бы поднималось Все начинается С элементарных мелочей Да Вот Я добавлю Да конечно Там подключился Камил Керимов Камил Салам алейкум Значит Вообще Наверное Похвала Потому что Вот мы с Настей Тоже строим отношения И Наверное Похвала Она в две стороны Очень хорошо работает Потому что Ну Настя Мне тоже часто говорила Что мне Важно Что ты хвалил Да Меня И я тоже стараюсь Всегда Как-то Комплиментом Ее Как-то Вот там Тынкс Тынкс Подтолкнуть Для меня Как для мужчины И вообще Для парней В целом Да Вот то что Говорит Настя Даже Я добавлю Немножечко Не то что Даже как бы Хвалить А для мужчин Очень важно Чтобы ими Восхищались Ну хвалить Восхищаться Да Вот здесь Оно синоним Но это две Разные вещи По настоящему Потому что Что значит Хвалить Хвалить Можно сказать Ну типа Блин Да там Хвалить Это спасибо За чай Ты такой молодец Хвалить Это спасибо За чай Да Похвалить Ты похожа Похвалить А восхититься Восхититься Это сказать Как ты Потрясающе Делаешь Это Как ты Восхитительно Сказал Это Как у тебя Классно Все устроено Вот Вот восхититься Это именно Выразить подчеркнуть, конкретно действие сделано вашим мужчиной. То есть, когда мужчина видит, что он что-то делает, и им кто-то восхищается, это так работает. Хочется, ну, то есть, ты как бы сам начинаешь верить в себя больше. Потому что, ну, как бы, если есть здесь мужчина, они меня поймут, что иногда ты, бывает, что-то делаешь, и ты сам себя не так хорошо ценишь, как кто-то может тебя оценить. Ты иногда сам себя перестаешь верить, потому что не всегда все получается, и не всегда идет так, как надо. Но когда рядом человек, который в тебя верит больше, чем ты, короче, веришь в себя, и восхищается тобой, то есть, у тебя как-то какие-то внутренние силы пробуждаются, что ли, то есть, ты как бы как будто бы жить начинаешь, то есть, у тебя появляется такая вера в то, что ты делаешь, и она становится больше. Да. Что? Я все. Ты резко прервался, ты, я же. Я же не успела подготовить, что дальше говорить. Сижу, читаю комментарии, такой, этот... Так, ну что еще? Это, получается, первый пункт. Да. Давай три хотя бы пункта. Второй пункт. Какой? Я так сейчас вспоминаю. Я просто не готовилась, так бы хоть... Мы не готовились, я сразу предупредил. Я бы подписала себе тут это подглядывать. Ну, второй пункт, я считаю, что это проявление, наверное, понимания к своему мужчине. Вот, то есть, как сказать... Кстати, все записывается. Все записывается. Вы помните, да, какой хитрый вопрос задал? Сейчас она все скажет, короче. Ну, я просто... Я вот конкретно, да, сейчас сижу, вспоминаю, и вспоминаю не из того, что я где-то, может быть, прочитала, а из того, что я действительно сама, то есть, на своем опыте, реально, вот, допустим, там, когда у нас происходит какие-то ситуации, и я, как бы, от себя отталкиваюсь, даю вам советы, которые реально работают. То есть, и это касаемо, ну, как бы, ты будешь подтверждать просто то, что я сейчас буду говорить, ну, скорее всего, просто, если ты тоже так считаешь, если это, ну, как бы, помогает в усовершенствовании, так скажем, мужчины, это то, что ваше, короче, понимание своему мужчине, например, вот, он работает дома, вот, ну, например, Андрей, там, работает дома, и я понимаю, что, ну, там, у него голова очень сильно загружена множеством вопросов, вот, то есть, много-много задач, и порой, когда мне вроде как бы хочется, как девочки, там, ну, что-то, ну, там, докопаться, я не знаю, иногда, конечно, я это делаю, но крайне редко, это прям вот, ну, вообще редко-редко, вот, в основном, как бы, я понимаю, иногда, там, раз, что-то, ну, хочется ему вроде, ну, там, сказать, там, ну, я не знаю, попросить, может, о чем-то, ну, излишне, то есть, я понимаю, что я могу сама сделать, да, но только думаю, ну, вот, ну, сейчас пойду, скажу, чтобы он это мне, там, помог сделать, ну, какая-то мелочь, может быть, даже по дому, вот, то есть, я понимаю, что, ну, как бы, нет, у него сейчас есть свои задачи, у него есть сейчас своя работа, То есть, он как бы как глава семьи, он сейчас занят заработком, то есть, ну, как бы тем, чтобы предоставить, ну, то есть, основные функции, то есть, там, питание, жилье, то есть, ну, все-все-все, вот это вот, что, ну, вот, касаемо финансов, короче, вот, финансов, комфорта, всего-всего прочего. Вот, то есть, и, естественно, я понимаю, что если я сейчас начну его по мелочам дергать, то он не сможет быть так сфокусирован на своей работе, которая, как бы, ну, дает нам кровь, правильно? Вот. Вот. Это, как бы, понимание, потому что, если лишний раз я его буду дергать по мелочам или по мелочам буду как-то ему, там, выносить мозги, потому что у меня где-то что-то там ехнуло, то, соответственно, он не будет так сфокусирован, и он будет, ну, а задальше он, типа, о, геморроем в ваших отношениях, типа, вот, надо, типа, понять, надо вот это, надо то, вместо того, чтобы реально заниматься своей работой. Вот. И, ну, естественно, когда уже, если вы видите, что он, там, освободился, и у него появляется какая-то свободная минутка, всегда просто, там, проявить, как бы, инициативу, что-то помочь, что-то ему сделать, ну, как бы, никогда лишнего не будет. Угу. Да, вообще, на самом деле, я хочу отметить, что Настя вообще не пилит мне мозг. Это очень редкое, мне кажется, явление среди женского пола, потому что обычно у девушек они даже, когда не хотят пилить мозг, они его все равно пилят. Такое часто бывает. И, как бы, здесь, что очень важно, я не знаю, как она это делает. Настя, почему ты не пилишь мозг? Я? Ну, я уверена, я просто иногда понимаю, я вижу, как ты, иногда ты много чего не договариваешь, но я иногда по взгляду вижу, ты вот так что-нибудь сидишь там, в стенку там что-нибудь задумаешься, я понимаю, что у тебя такой процесс сейчас идет в голове, и, то есть, даже если мне там что-то взбрендило, я думаю, я сейчас просто вот хожу, вот, ну, как бы, своими делами займусь, на что-нибудь отвлекусь, если меня еще это через, там, 30-40 минут, допустим, там, через час еще будет волновать то, что у меня, там, кукуха, там, в сторону ушла, то, как бы, ну, я подойду и просто ему скажу, что вот, ну, как бы, вот так и так, короче, слушай, меня вот, ну, задела вот такая ситуация. Ну, то есть, у нас даже вот, ну, я же могу привести пример, допустим, да, какой-то, то есть, ну, бывает, бывали ситуации, когда, например, вот он там в своих каких-то заморочках находится, да, там, в каких-то своих переживаниях по поводу работы, я что-нибудь ему там скажу или, ну, как бы, что-нибудь ему там, или попрошу, бывает, ну, реально, там, когда срочно что-нибудь надо, и он что-нибудь там раз так отфыркнется, типа, Настя, подожди, короче, ну, то есть, с таким недовольным лицом, как мне кажется, то есть, я такая девочка, типа, сразу внутри, он на меня фыркнул, там, меня Настей назвал, ну, типа, мы-то там иногда все, ну, грубо, то есть, ну, там, типа, Настя. Короче, для нее грубо, когда я говорю и Настя, понимаете, уровень отношений, да, то есть, когда мы по имени друг друга называем, то есть, это уже нагрубить считается, то есть, как бы, Настя, это уже, типа, почти как оскорбление, понимаете, да? Нет, нет, просто, ну, бывает такое, что, ну, как бы, то есть, это вот с Настей, ну, как бы, девочки меня поймут, то есть, интонация, ну, то есть, вот прям, ну, типа, Настя, вот с таким вот выражением, что, подожди, типа, вот. И я такая, о, внутри меня, ну, как бы, реально, такой, как вот девичий, типа, ты, блин, я реально хотела, там, тебе предложить помощь, типа, ну, у меня, там, в голове сразу, а ты меня, там, как это, типа, давай, иди, не мешай, то есть, грубо говоря. И то есть мне вроде так хочется там все на него обидеться, типа он освободится, такая ходить, как бы все, ты мне там вообще нагрубил, типа я тебе помочь хотела, вот ты такой неблагодарный. И вот я просто выжидаю время. Вот я просто даю себе время успокоиться, потом проанализировать и думаю, ну как бы начинаю вот включать понимание про второй пункт, о котором я говорила. Я думаю так, ну типа он сейчас с задачей, вероятнее всего у него очень много сейчас каких-то ситуаций, которые ему нужно решить. И как бы, ну наверняка, ну я же понимаю, что он меня любит, что он не хотел меня обидеть. Ну то есть это как-то вот какой-то вот момент порыва каких-то вот, ну мимолетных эмоций. Мы крайне редко друг друга задеваем какими-то вещами такими. И это происходит, ну как бы редко. Я начинаю понимать, хотел ли он меня обидеть, ну логично, что не хотел. Ну то есть как бы есть ли смысл мне ходить, губы дуть? Ну как бы ну смысла нету, вот. Единственное правильное решение, я начинаю понимать, ну как бы какое. Когда как бы мы потом уже за чашечкой чая будем сидеть, просто скажу, как бы вот сегодня там произошла ситуация, реально там, и вот просто в разговоре сказать, я там хотела, ну, короче, там, тебе предложить помощь, типа, ты на меня так фыркнул, давай договоримся, что в следующий раз, как бы, ну, если ты там сильно занят, ну, просто, допустим, там, ну, как-то, ну, вежливо скажи там, Настя, чуть позже подойди, ну, то есть как-то вот я говорю, ну, не реагируй на меня грубо, говорю, меня это правда задевает, то есть я обозначаю, что для меня это важно, что для меня такой формат, типа, подожди, вот, типа, вот такой вот, да, то есть для меня это, ну, как бы задевает, ну, для меня это грубо, типа, я девочка, я не хочу, чтобы на меня там фыркали, типа, ну, там, подожди, там, вот так вот, я просто это в разговоре доношу до него, и он, как бы, ну, сидит, спокойно это слышит, он говорит, да, все, я тебя понял, как бы, ну, извини, если я тебя обидела, я говорю, все, хорошо, как бы, все, и обид, ну, как бы, не остается, вот, и, как бы, он меня услышал, и в следующий раз, если я подхожу, он уже там говорит, Настя, я сейчас занята, то есть, или там, ну, шептом, говорит, типа, сейчас не могу, я там все, и все, спокойно ухожу. То есть, ну, как-то в таком уровне это все. И это соответственно, ну, как бы то, о чем я говорю, понимание. Вот. Ты как бы можешь продолжить эту тему, подтвердить или как-то... Подтверждаю. С мужской стороны. Подтверждаю. Вот. Ну, да, как бы просто тоже очень важно понимать. Я не говорю, что это нормально, когда там мужчина там как-то грубо, может быть, иногда реагирует, да, как-то вот дерзко. Но у нас у всех есть свои слабости. Как у мужчин, так и у девушек. И не всегда у девушек всегда адекватная реакция на какие-то вещи. Но, блин, уметь вот смириться, уметь где-то прогнуться, уметь не ответить тем же, вот это, наверное, навык, который необходимо прокачивать. Потому что, блин, ну, если отвечать друг другу тем же всегда, вот человек неправильно поступил, вот тем же ему ответить, ну, что от этого будет? Да ничего, будет еще хуже. Обида порождает обиду. Поэтому очень важно, когда тебя кто-то обидел в отношениях, понимать, что, скорее всего, он делает это не специально. Возможно, то есть, если человек тебя обижает, скорее всего, у него сейчас в этот период какое-то неустройство внутри. И вот самое худшее, что ты, как его любимый человек, который рядом с ним, самое худшее, что ты можешь сделать, это еще и вдогонку его, ну, короче, подзакалить. Типа, а что ты ко мне так, а что ты ко мне так отнесся, а что ты ко мне и даде, эго. Эго. Я вот, вот как это ко мне так отнеслись. Но отношения как раз таки, это же ведь про не про эго, это же ведь прослужение другому человеку. И такое бывает, к сожалению, что ну, у другого человека какие-то переживания не успел с вами поделиться просто этим переживаниями, надpто просто. Поэтому иметь мудрость, вот сейчас, как говорит Настя, остановиться, осознать, что, скорее всего, он не хочет тебя обидеть, и просто простить, прям реально простить. Но потом все равно сказать. Ну, нет, сказать, конечно, все равно потом нужно будет. Ну, потому что если совсем замолчать, это может вылиться совсем другую историю и посерьезнее. Поэтому лучше в любом случае донести, чтобы, ну, как это говорится, что в любом случае всегда виноваты двое, да, и, как бы, ну, отношения должны строить двое. Вот, то есть, а если, как бы, ну, один человек такой, типа, смиряется, уходит и все время в себе там как-то вот это все проглатывает, то в один прекрасный момент этот человек просто так лопнет, разорвется, его не станет. Вот, то есть без остатка вообще. Поэтому очень важно просто доносить это, но спокойно. Ну, то есть просто, ну, как бы словами. Это касается и девушек, и мужчин в отношениях. То есть также и, ну, Андрей это тоже говорила, и, как бы, ну, мы, как бы, практикуем. Не всегда получается, потому что мы живые люди, и, как бы, мы, ну, у нас свой опыт за плечами, то есть, и, как бы, своя реакция уже какая-то выстроена на какие-то вещи. Но мы сейчас понимаем, что, ну, как бы, мы по-новой выстраиваем себя внутри, как бы, ну, то есть, не то, чтобы, там, типа, ломаем себя. Но, как бы, свойственно людям подстраиваться. И мы договариваемся просто, и, как бы, ну, в какой-то момент получается, в какой-то момент не получается, но, тем не менее, ну, как бы, с каждым разом все лучше и лучше. То есть, приходим к тому, что вместо какой-то, там, дикой реакции, ну, то есть, это идет просто разговор, типа, или просто, допустим, смирение, там, типа, блин, короче. Ну, вот сейчас вообще уже лишнее. Ну, как бы, все, остановись. То есть, ну, словами, и, ну, бывает иногда Андрей мне так говорит, когда я начинаю с ним спорить, начинаю, ну, как бы, этот. И он просто такой говорит, Настя, вот сейчас ты споришь, остановись. То есть, мы, как бы, приняли, что это ключевое слово. Я ему говорю, что я иногда, ну, я не понимаю, когда мне надо остановиться. Я, ну, как бы, для меня, типа, когда я, там, оправдываюсь, например, то есть, у меня есть привычка оправдываться. Или пытаюсь ему объяснить свою позицию. То есть, ну, для него это, как будто я с ним начинаю спорить. Вот, и я, ну, он говорит, для меня это важно. Я говорю, хорошо, если для тебя это важно, то в момент, допустим, какой-то ситуации я, ну, могу на эмоциях не замечать, что я спорю с тобой. То есть, для меня это как-то просто диалог какой-то. Вот, и я говорю, просто скажи мне тогда словами просто, что, типа, вот, Настя, ты сейчас споришь, остановись. И я буду понимать, что, ну, типа, если я сейчас продолжу, то я, как бы, ну, усугублю ситуацию. А я, как бы, этого же не хочу. В любом случае, ну, в любой ссоре мы, как бы, не друг против друга. Мы, как бы, против ситуации, против проблемы. Вот, и в любом случае надо, как бы, находить вот эти пути решения, вот, и идти навстречу. Соответственно, когда он говорит, Настя, все, как бы, ну, ты сейчас борщишь, короче, ну, остановись. Я останавливаюсь, как бы сложно не было, то есть, я прям все успокаиваюсь. И потом бывает такое, что мы, там, спустя сутки, мы, как бы, садимся и снова обсуждаем эту же ситуацию, например, ну, уже спокойно. То есть, без вот этих эмоций, без каких-то этих, а просто уже делимся тем, что было, на самом деле, в его голове, ой, прости, в его голове на тот момент, то есть, в мыслях. И я делюсь тем, что я чувствовала на тот момент. И все, и мы, как бы, разбираем эту ситуацию. Вот. Да. Окей, окей, окей. Да, но мне здесь нечего добавить, Настя, принцип третий. Третий, и мы, и нам надо уже заканчивать. Нам надо уже заканчивать, потому что уже поздно-поздно по времени. Вот. Третий принцип, Настя, как ты считаешь, что должна делать девушка, чтобы ее мужчина с ней рос и развивался, а не наоборот? Любить. А что значит любить? Что для тебя любить? Нет, мне интересно значит, что для тебя любить. Ну, я считаю, что без любви, наверное, невозможно все это делать. То есть, даже вот эти два пункта, которые я первый назвала, да, вот первый и второй, ну, они не вообще как-то не способны проявляться, наверное, если нет любви к человеку. Вот, а когда ты любишь, ты как бы вот на все это идешь, где-то смиряешься, где-то становишься более, ну, понимающим. Где-то, ну, то есть, как минимум, когда ты человека любишь, у тебя внутри есть желание сделать ему лучше, ему сделать лучше. То есть, ну, в любых проявлениях вообще. А если как бы, ну, не любить, то, ну, пофигу. Ну, реально, вот все же мы знаем, да, что такое чувство любой. Вот, мотивация, это как бы вот, вот под слово мотивация входит как раз понимание и вот восхищение, поддержка, благодарность, ну, то есть, вот эти вот моменты. Это вот все в мотивацию, в принципе, отчасти входит, потому что, ну, я считаю, что это, ну, практически одно и то же. Ну, восхищаться, там, поддерживать, понимать, ну, типа, это вот, это вот и есть мотивация. Вот, ну, и как бы ключевой, я говорю, просто реально любить, 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 и, ну, как бы, потому что любовь покрывает вообще множество-множество моментов. И вот как раз одновременно и моя мама написала поддерживать друг друга во всем, и следом Андрея мама написала уважать мужчину и быть за ним. Это как бы уже, да, тоже ключевые дальнейшие функции, которые обязательно должны быть в отношениях. Ну, как бы первые вот три, которые я назвала, они прям, ну, лично для меня, они прям ключевые такие, которые мне помогают, которые мне, как бы, ну, вот Андрея говорит, типа, она мне вообще мозг не выносит. То есть, ну, как бы вот благодаря вот этим трем пунктам, вот, и, соответственно, как бы, ну, не менее важно уважение, вот, и поддержка друг друга. Да. Ну что, дорогие друзья, я, если честно, уже спать хочу. Вот, я думаю, что будем, наверное, нас заканчивать, да? Да, давайте будем заканчивать и напомним, наверное, под конец эфира о том, что сейчас прикреплена моя, мой инстаграм внизу в сообщениях, Анастасия Дивная. Я провожу розыгрыш, осталось, короче, остались самые топовые подарки. Это два телевизора, две приставки плюс 600 игр, встроенных уже в эти приставки, там, джойстики, все-все-все, провода, все необходимое есть. Также есть еще умный мультипекарь, там, 40 в одном, вот он рядом здесь лежит, короче, да, вот такая крутая штука, которая управляется с телефона. Это умный мультипекарь, это очень крутая штука для дома, вот. И еще есть беспроводной пылесос с несколькими насадками, то есть он и для дивана, и для полов, там, короче, для всего-всего прочего, вообще, где только можно, все вычистит. И такой, давайте, дополнительный, дополнительный голос. Я не договорила, я к тому, что, ну, типа, это все разыгрывается, единственное условие, это подписаться на всех, на кого подписана я, это 90 человек, подписки, графа, у меня на страничке, вот она соседивная дарит, ой, она соседивная, вот, и все. То есть, единственное условие, отправляя подарки за свой счет, от вас мне вообще ничего не нужно, вообще ни копейки, ничего просто не нужно, просто единственное, что от вас требуется, это участвовать, подписаться на всех, Нет, вы автоматически становитесь участником данного розыгрыша. Да, и напоследок, чтобы все не расходились просто с пустыми руками, я специально оставил это на самый конец, для того, чтобы дать крутой подарок всем, кто, в принципе, был на эфире, что нужно сделать? Итак, сделайте скрин, например, этого эфира или отметьте наши аккаунты с Настей у себя в сторисах, порекомендуйте вашим друзьям, расскажите, что у Насты сейчас идет розыгрыш. И взамен на эту отметку мы вам скинем крутые три книги в директ. Книги про мышление, про как, в принципе, правильно мыслить, как вот именно работать над своим мышлением с точки зрения, чтобы все успевать, чтобы быть богатым человеком, да. То есть, такие книги вы в бесплатном доступе нигде не найдете, поэтому, если вы любите читать, развиваться, расти, книги вам в подарочек, отмечайте нас с Настей, отмечайте Настин аккаунт, говорите, чтобы участвовали в розыгрыше и получайте от нас в подарок книжки. Все, всем доброй ночи, дорогие друзья, спасибо вам всем, что были на этом эфире, было очень приятно, очень классные вопросы вы задавали, не на все, к сожалению, мы смогли ответить, но, как минимум, я у себя в истории размещу окно вопросов и к следующему эфиру, возможно, завтра на некоторые вопросы я отвечу. Поэтому не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Всем счастливо!